Всем привет! Попробуйте, те из вас, кто внимателен, сейчас посчитать, в какие моменты у меня две руки вообще играют одновременно. Мы продолжаем, если что, наш новогодний марафон. На примере Jingle Bells рассмотрим очень классную эффектную фишку для такого поп-звучания объемного. Поехали! Вот, самые внимательные, наверняка заметили, что единственные моменты в каждом такте, когда у меня две руки совпадают, это только первая доля. И то, не каждая первая доля. А все остальное время у нас нагрузка перекидывается из левого в правую. Именно поэтому нам будет играть проще, а звучать это будет гораздо круче и интереснее. Если что, не пугайтесь, если уровень фортепиано-подголовки у вас в какой-то момент не позволит что-то сделать, потому что я поделюсь на этапы простые. Ну, допустим, у вас не получится добавить интервала. Ну, будете выиграть одиночными нотками. Вот так. Ну, тоже прикольно. Поэтому поехали. Кто, докуда сможет добраться? Значит, сначала мы хотим осознать. Что когда левая что-то не доигрывает, это реально интереснее. Ну, просто сравним это с версией, где Левая играет все восьмые сплошняком. Ну, это неинтереснее, чем Я играю меньше нот, получается интереснее. Поэтому мы хотим уважать паузы. Мы хотим понимать, что иногда не сыграть что-то. Это гораздо ценнее, прикольнее, интереснее, как-то музыкальное, чем заполнить все сплошняком восьмыми. Дальше. Мы хотим себе что-то вроде вот этой ритмической сетки. Раз, и два, и три, и четыре, и. Которую можно было бы заполнить таким вот басом астената сплошной. Мы хотим это представлять в голове. То есть, раз, и два, и три, и четыре, и. Мы сейчас будем вот эти вот восемь восьмушек, восемь нажатий подряд, да, заполнять поочередно. Левой, правой, левой, правой. Возьмем самую же первую фразу. Сейчас вот этим двум тактам мы уделим очень много внимания. Потому что все остальные, по сути, это, ну, все то же самое. Поэтому вот все внимание этим двум тактам. Раз, и, два, и, три, и, четыре, и, раз. Что происходит такое? Мы взяли фразу. Чуточку сместили ноткой, чтобы было поинтереснее. Дальше мы совпали только на первую долю. Раз, и, два. Вот эти две восьмушки у нас только в левой. Педали у нас уже вовсю работают. Раз, и, два, дальше, и, три. У нас в правой, а дальше, внимание, вот перед следующей нотой мелодии мы вправо вот этим первым пальцем заполняем пространство. Раз, и, два, и, три, и. И, вот это вот и, оно супер важное. В другой ситуации это будет не и, это будет на другую долю. Важно, что когда у нас возникает просвет в нотах мелодии, мы хотим правой рукой, господи, правой рукой, первым пальцем левой руки заполнить это вот каким-нибудь простым таким касанием. Чтобы у нас мозг уловил, что, ага, ту-ту-ту-ту-ту-ту. Вот, вот, что идет заполнение этой ритмической сетки поочередно двумя рукой. Поехали. Раз, и, два, и, три, и, четыре, и, раз. И закончили, и, раз. С пластиковым все восьмые, то влево, то вправо. Раз, и, два, и, три, и, четыре, и, раз. И, опа, и пришли в трезвучие. Еще раз, второй такт. Раз, и, два, и, три, четыре, и, раз. Только его сейчас зациклим, и заметим. Раз, и, два, и, три, четыре, и. Что мы не доигрываем такт, мы его дослушиваем. Он доигрывается как бы в нашей голове То есть То есть есть доли, которые мы не играем Но они длятся, мы их дослушаем Еще раз Раз и два и три и четыре и раз и Важно, чтобы у нас следующий раз Начиналось вовремя Сколько бы времени на это не ушло Оно не уйдет зря Потому что за счет этого пульса Мы сможем десятки, сотни разных мелодий Аранжировать Поэтому опять-таки времени не жалеем Еще раз эти два такта вместе сыграем Раз и два и три и четыре и раз и три и четыре И продолжаем Раз и два и три и четыре и раз Внимание, аккорд поменялся Вот мы сместили руку Левую Отсюда Вот на эту позицию В правой добавили сюда обращение Фа-мажорного трезвуча Было до-мажорного трезвуча Вот эта позиция Представляем, что у нас не две руки, а одна Вот Одна рука с десятью пальцами Далее На всех случаях сыграем первые четыре такты Еще раз Это по сути повторение первых двух Раз и два и три и четыре и раз Продолжаем Раз и два и три и четыре и раз То же самое, да? До того, как сыграем концовку, концовку первой части куплета, короче говоря, до того, как вот эту штучку доиграем двумя руками, мы хотим уже проапгрейдить то, что было у нас сыграно. А именно, мы когда играем и дослушиваем концовку такта, нам все еще прикольно. Иногда, по настроению, когда захотим, добавить небольшую такую заполнялочку первым пальцем левой руки. Допустим, раз, два, три, и четыре, и раз, и два, и три, и четыре. Сейчас мы хотим сфокусироваться только вот на этом чередовании. Допустим, мы сыграли и дослушали все, а теперь сыграли, а теперь, допустим, о боже, что такое было, если раз, и два, и три, и четыре, и. Я заполнил это и четыре и пальцами, лежащими вот на тех же самых нотках вот этой позиции. Раз, и два, и три, и четыре, и раз, и два. Опа! А теперь я добавил аккордик вначале, то есть вот па-б-да-бам, ба-ба-бам. Нам вот этот пульс можно поддерживать, где-то что-то играя, где-то не играя, перекидывая из лево-вправо. Не строго, мы не по нотам играем, а важна сама идея ритмическая. Сыграли одну нотку. Ждем. Заполнили. Не заполнили. Опять. Четыре. И таким вот образом мы хотим в просветах между фразами мелодическими нашими заполнять немножко по-разному, чтобы оно задышало. Далее мы, когда переходим с фа-мажора на столь, я предлагаю все-таки, чтобы гармония была поближе к оригиналу, поинтереснее. И мы фа-мажор заменим ненадолго ре-минором, параллельным минором. То есть получается у нас... А теперь внимание. То есть я добавил ре-минор, дальше движение с фа-мажор. До-мажор, вторая, пятая, первая. Тем, у кого позволяет растяжка. Хотя если растяжка особо не нужна, нужно запястьем. Можно здесь добавить вместо ре, наверху фа. Нотки этого ре-минора у нас получаются вот таким вот образом раскинуты. Еще раз. Но это не обязательно. Кстати, в конце, чтобы нативно по ритму не играть, эту же фразу... Та-и-та-тай-та-де-де... Можно вот такое сделать. Что это было? Что это было? А это было? Вот я сделал сначала эту фразу, как хочу сыграть ее в правой. А потом все просветы, которые только можно, я в левой... Просто заполняю первым пальцем. Ну, где-то мог совпасть с правой. Это происходит просто по чутью. Сначала можно просто в тупую чередовать все восьмые. Раз, два, и три, и четыре, и... Еще раз. Раз, два, и три, и четыре, и... Мы продолжаем вот эти вот раз, и два, и три, и четыре, и заполнять, перекидывая нагрузку из лева в правую. Это очень важно. Еще раз. Опа, пошло варьирование. Я сейчас в правой руке потихонечку добавляю нотку из аккорда, а в левую... Вместо... Я играю... То есть пораньше играю одну из ноток этой фразы мелодической, и в левой, и начинаю... В эти просветы играть первым пальцем. Не потому, что так в нотах написано, не потому, что нам так сказали, именно так играть, а потому что мы вот... Да? Просто таким образом заполняем нашу ритмическую сетку. Господи, Боже мой! Да-да-и, да-да-и... Продолжаем. Сейчас все рассмотрим. Использованы все эти же фишки, которые уже были. Немножко в другом ритме. Но идея-то разовы. Заполняем. Хотя знаете, что уже пошла 12-ая минута. Давайте с куплетом это все оставим. А припев, если дарите знать в комментариях, что интересно, рассмотрим в другом видео. Еще раз. Чередование нагрузки между левой и правой. Настраивание ноток и трезвучия. Ну и да, на всякий случай, тут аккордик возник. Помимо ре минора в куплите, еще и ре мажор в припеве. То есть у нас вторая, пятая, первая прозвучит еще и с побочной доминантой. То есть еще раз. В этом месте. Вот у нас. Па-па. То есть до этого мы играли только пятая. Теперь, чтобы поближе к оригиналу и поинтереснее было, добавили ре мажор. То есть... Вот. Но как именно это аранжируется, уже в следующий раз посмотрим тогда. Всем удачи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok